Здравствуйте, дорогие овны! Предлагаю вашему вниманию гороскоп на декабрь 2019 года. В самом начале месяца 2 декабря Юпитер в знаке зодиака Козерог в вашем 10 доме. И здесь он будет очень долго, еще целый год. Поэтому весь год удача, счастья, везения, успех у вас в сфере продвижения к вашей личной жизненной цели. Возможно, в глобальном смысле, к миссии, а может быть, к каким-то конкретным целям. Поэтому можете загадать уже 2 декабря желание на целый следующий год. Это может быть желание, связанное с работой. Если для вас это сейчас актуально, то Вселенная вас поддерживает. Желанное новое должное, желанное зарплата, желанное место работы, желанный начальник, может быть, или вы сами хотите стать начальником. Находите друзей. Люди — это ресурс, который поможет вам продвигаться по жизни и, в частности, по работе. Кроме того, если вы девушка, женщина и в свободном полете ищите супруга весь следующий год, это возможность для вас найти статусного представительного мужчину. И декабрь открывает, собственно говоря, эту чудесную для вас возможность. Если вы замужем в паре, в семье, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, то вся семья может подняться в статусе. К примеру, может родиться ребенок у вас, который повлечет, рождение которого повлечет за собой, к примеру, новую должность у вашего мужа. Или вы, дорогие девушки, если вы выходите замуж и у вас рождается ребенок, ваш статус жена делает вас авторитетнее. И, скажем это так, у кого-то свой собственный бизнес. И хорошо вам, дорогие овны, действительно свое собственное дело организовывать. Дело, которое по вам, по вашему духу, по вашей миссии, по вашему предназначению. И это не только декабрь, это весь следующий год. 9 декабря Меркурия в знаке Зодиака Стрелец. Если вы хотите отправиться в путешествие в декабре, то лучшее для этого время 9 декабря и дальше. Отправляйтесь в путешествие ради отдыха, также ради работы, командировка, в том числе, будет успешной в декабре. Или с целью познакомиться с кем-то, либо подружиться. Также с целью обучения будет благоприятно отправляться в путешествие с 9 декабря и далее. Полнолуние 12 декабря в знаке Зодиака Близнецы. Если информация, какую-то важную, ценную новость вы можете получить непосредственно 12 декабря. Эта новость может касаться связей, контактов и знакомств. Поэтому вы можете и познакомиться с кем-то, и услышать о ком-то, с кем познакомитесь в будущем. Или с кем захотите продлить отношения. Даже не вживую, назовем это так, а к примеру онлайн. Если связать это с тем, что и Меркурий в Стрелце, может быть, вы познакомитесь по интернету, и будет общение типа переписка. Информация от братьев, сестер, близких, родственников, от соседей, от коллег, от тех, с кем вы учитесь. Возможно, завершение обучения или только начало обучения. Возможно, вы свои курсы дописываете и собираете группу людей, которым эти курсы преподаете. 20 декабря Венера в вашем 11 доме. Поэтому здесь уж точно те, кто хочет наладить отношения не в реале, а в онлайне, удача будет на вашей стороне. Если вы ищете любовь, то начинайте ее искать где-то с 9 декабря, и, возможно, к 20 декабря вы найдете, познакомитесь с кем-то. То же самое относительно друзей, то же самое относительно единомышленников и единодумцев, соратников, соучеников. Может быть, вы хотите отправиться на какие-то курсы, например, за границу, но вам нужен напарник, спутник. Вот не хочется вам в одиночку ехать или страшно. То с 20 декабря вы можете найти такого человека, который нацелен на то же самое, что и вы, думает о том же, о чем и вы, и, собственно говоря, готов будет составить вам пару. Здесь, возможно, любовь типа дружба. Или дружба, которая потом перетечет в любовь, или любовь, которая перетечет в дружбу. Либо сразу вы обнаружите такую способность альтруистично любить, и эротично, и альтруистично одновременно. Это отношения типа брат-сестра, очень приятные, очень светлые, очень добрые, очень пробивные, я бы даже сказала, потому что это отношения словно бы двух близнецов, людей, которые хотят одного и того же, и им легко вместе смотреть в одном направлении. Если вы хотите открывать свой интернет-бизнес, также с 20 декабря, если вы хотите создавать свою страничку, свой YouTube-канал, Instagram, что-то еще такое продвигать в интернете, пожалуйста. Если вы хотите рекламировать себя с 20 декабря и далее, если вы хотите отправиться в путешествие на самолете, то тоже с 20 декабря подходящее время. 22 декабря солнце в знаке Зодиака Козерог, это начало зимы в северном полушарии, и лето в южном полушарии, это солнцеворот. У меня есть об этом видео уже отдельное, все ссылочки на интересные дополнения к этому видео вы увидите по завершении, посмотрите их всех, это очень интересно. И солнышко поддерживает вас в стремлении добиться какой-то цели. Может, это цель по работе, по карьере, может быть, это учеба, может быть, вы хотите найти любовь, или стать семью. Знаете, здесь можно перечислять очень долго. В общем, это любая ваша цель. Вот, пожалуйста, 22 декабря мощнейший день. Ставьте себе эту цель, а лучше уже и начинайте действовать, и достигайте. Ведь это по вам, дорогие овны. По вам придумали, сделали, сразу же не откладывайте в долгий ящик. Тем более, что 26 декабря в этом вам поможет еще и солнечное затмение. Солнечное затмение — это очень мощная энергия. И здесь, в декабре, 26 декабря, вы можете заложить те семена, то семя, которое будет прорастать полгода, либо целый следующий год. Поэтому действительно, декабрь — месяц подходящий для того, чтобы и ставить цели на год, и сразу же начинать что-то делать, хотя бы какой-то первый шаг для их достижения. Вселенная помогает. 26 декабря и в районе 26 декабря будут происходить какие-то события, и вы будете ощущать себя, словно бы вы в потоке. Вам будут помогать, если вы уже правильные цели себе наметили, и будут убирать от вас неправильные цели, чтобы вы наметили верные, те, которые вам помогают идти. 29 декабря в знаке Зодиака Козерог также и Меркурий. Поэтому если вы не до конца будете понимать, что толкает вас, то есть не до конца будете понимать мотивацию, разумом именно, не до конца будете продумывать какую-то ситуацию, то 29 декабря вот уже она разложится у вас по полочкам. Но очень важно, дорогие мои овны, идите за велением души. Если в середине декабря вы не будете понимать, зачем это вам нужно, почему, ну вот просто хочется. Вот если хочется, значит надо. Не старайтесь объяснить себе логически, рационально, почему вы это делаете. Поступайте спонтанно. Именно об этом и солнечное затмение в знаке Козерог, это о том, что вам не нужно долго сидеть и думать, делать, не делать, а вдруг не получится, а вдруг выйдет не так, а вдруг не сяк. Нет, душа захотела, порыв, рвитесь вперед. Сообразите, зачем это было потом. То есть здесь возможно такое какое-то резкое событие, 26 декабря с вами произойдет, какой-то переворот, пересмотр, или как будто бы вы бежали, бежали, и вдруг оказалось, что добежали быстрее к своей цели, чем вы того хотели, потому что совершили какое-то нестандартное действие. Потом вы все это сможете осмыслить. Вот уже в районе новогоднего праздника вы, наверное, будете отдыхать, плюс-минус кто-то из вас, хотя полдня, я думаю, будете отдыхать. Вот у вас появится время по Меркурию поразмыслить, но действия будут предприняты так или иначе. Либо вами, либо Вселенной, либо с поддержкой Вселенной, либо с таким волшебным пинком от Вселенной будет что-то происходить. У меня есть отдельное видео о солнечном затмении, посмотрите его обязательно. Также хочу сказать, дорогие овны, что 16 декабря еще одно важное событие, именно в вашем знаке зодиака происходящее, это разворот планеты, планетоида, Херон в директное движение. Поэтому если в районе 16 декабря вы почувствуете действительно какую-то двойственность, это может быть в любой сфере вашей жизни, двойственность, или может быть вам придется выбирать между работой и любовью, к примеру, между деньгами и детьми, или не знаю, что-нибудь вот такое еще у вас будет, или, например, то ли вы захотите учиться, то ли у вас появится возможность за счет ребенка, вам, например, муж скажет, вы скажете, ой, я хотела доучиться, например. То есть если у вас возникнет двойственная ситуация любого толка и характера, не бегайте от одного к другому, потому что точно уже к 26 декабря, буквально через 10 дней, вы обнаружите, как совместить эти две, может быть, кажущиеся несовместимыми вещи, либо к 26 декабря что-то случится такое, что вот избавит вас от выбора, то есть выбор будет уже очевиден и сам собой произойдет. Поэтому, друзья мои, пусть все желанное вам исполняется, пусть все новое начинается во благо вам, стремитесь к истинным целям, слушайте свою душу, посмотрите все видео, ссылочки на которые вы видите сейчас уже на своем экране, и будьте счастливы! Всего доброго!